Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите утренний эфир на Первом Приднестровском. И с вами Дмитрий Доброхотов. И Ольга Яковенко. Вот и пролетела еще одна неделя. Сегодня уже пятница, и многие, уверен, уже настроились на выходные. Чтобы сохранить и приумножить это настроение, сегодня мы подготовили для вас немало интересных сюжетов. Просыпайтесь в правильном расположении духа. И самое главное – улыбайтесь. Доброе утро! Мы начинаем. Что утром может испортить настроение? Ответ на этот вопрос наверняка у всех один – будильник. А еще многие ставят будильник на 15 или на 20 минут раньше того времени, когда надо проснуться, чтобы эти минуты потратить на сладкий сон. А некоторые так крепко спят, что даже не слышат его. А он, бедный, старается, трещит, звенит. В общем, человек его не любит, но обойтись без него не может. О том, как появился будильник, узнаете прямо сейчас. История насчитывает множество попыток создания уникального устройства – будильника. Впервые он появился в Китае и назывался пламенным. Принцип работы такого будильника заключался в следующем. На длинную палку, расположенную горизонтально и сделанную из опилок и смолы, подвешивали грузик на нитке. Затем один из ее краев поджигали. Нить перегорала и, как результат, грузик падал на металлическую подставку, издавая звенящий звук. А в 18 веке будильниками служили обычные люди. Такая профессия называлась «но-кэ-ап». В обязанности людей входило будить рабочих по утрам. В 1787 году был создан привычный для нас будильник. Небольшой недостаток – он звонил один раз в сутки в 4 утра. В советское время будильники имели определенный дизайн. Строгость в оформлении, четкие линии, цвет и никаких лишних деталей. Но со временем классику пытались разнообразить. Поэтому позже начали выходить будильники не только разные по форме и цвету, но и по типу использования. В 50-е годы был такой вариант исполнения наручной часы с будильником. Принцип работы был две заводные головки. И они издавали звуки, также вибрировали на руке. Человек, если плохо слышит, то он почувствует вибрацию. Дорожные очень удобно можно было пользоваться как дома у себя, так же самое взять дорогу, сложил, положил в чемодан и поехал куда-нибудь. К командировочным очень удобно это было. В 90-е годы появились будильники на батарейках – кварцевые и электронные механические. Их не нужно было заводить каждый день, что было очень удобно. Лишь раз в полгода корректировали время – либо на час вперед, либо назад. Механические же будильники необходимо было каждый день заводить. И они не всегда точно показывали время. Несмотря на все недостатки, механическим будильникам отдавали большее предпочтение. И они были в каждой семье, причем многие не ограничивались одним. Но каким бы ни был будильник – механическим или электронным – по утрам его звенящий звук всегда будет раздражать. А рука будет тянуться, скорее отключить это уникальное устройство. Драйв, энергетика и самовыражение – вот основные черты танца хип-хоп. Будь собой – так можно сформулировать девиз этого направления. И наш следующий сюжет о тех, кто живет с этим девизом и делает все, чтобы хип-хоп развивался в нашем регионе. У каждого танца есть своя захватывающая история. К примеру, хип-хоп возник в Нью-Йорке в конце 70-х годов XX века, когда на улицах белых кварталов появились афроамериканцы. Своими танцами они выражали протест против социального неравенства. Хип-хоп – это вообще уличная культура. Но в 1981 году, когда образовалась международная организация IDO, хип-хоп-культура стала еще и дисциплиной соревновательной. То есть ее используют на различных конкурсах, турнирах, чемпионатах мира. Хип-хоп вскоре назовут одним из самых индивидуальных танцевальных стилей. Уличные танцы живут по своим законам. У них свои правила и методы обучения. Основными движениями в хип-хопе являются кач и работа ног. То есть акцент ног должен идти всегда в пол. Если в других направлениях, в основном вверх, все в прыжках, то хип-хоп у нас всегда вниз, благодаря корпусу и ногам. То есть мы его танцуем в пол. Со временем хип-хоп приобретает новые краски и разделяется на несколько течений. Самым популярным становится брейк-данс или брейкинг, что в переводе с английского – ломанный танец. Есть теория, что первым на суд публике представил подобный танец американский певец Джеймс Браун. Брейк-данс – это сражение, в котором танцоры, не касаясь друг друга, инсценируют борьбу. Это направление весьма травмоопасно, поэтому требует хорошей физической подготовки. Есть у нас брейк-данс верхний, есть нижний брейк-данс. Нижний брейк-данс – это у нас больше портер, пол. Его танцуют на руках, ноги, соответственно, какие-то дорожки, волны на полу, то есть какие-то червячки. В общем, все вот в том же духе. Наверху у нас брейк-данс танцуется в основном на силу, то есть это в основном танцуют ребята, которые уже подготовлены физически, хорошо подготовлены. Ребята, которые накачаны, они танцуют всякие флайи, фризы. В 80-е в маленьких районах Чикаго появляется новый стиль – хаус. Его относят к клубному направлению. Это танец-импровизация под очень быструю и ритмичную музыку. Основной акцент в стиле хаус идет на ноги. То есть мы что-то выполняем ногами, разные элементы, неважно что. Помимо этого в хаусе всегда тоже присутствует кач. Хаус чем отличается от хип-хопа? Тем, что мы как будто плывем. Мы как будто не касаемся совершенно пола. Мы всегда наверху. Мы всегда прыгаем, всегда дергаемся. То есть все вот такое, в таком же духе. Понравилось, как кто-то танцует? Присмотритесь. Может, в каком-то из этих стилей вы сможете проявить себя. Ну а сейчас мы поговорим с тренером, который недавно вернулся с соревнований современных танцевальных направлений. И у нас в студии Аврамогла Вячеслав. Доброе утро. Доброе утро. Итак, рассказывай, где были, что видели, в чем принимали участие. Вообще, как год прошел, можно так сказать. Год прошел позитивно, результативно, скажем так. Так, побывали с ребятами, с моими учениками, были в Италии на чемпионате Европы летом. Да. Вот. И недавно, вот буквально два дня назад, приехали из Германии на чемпионате мира были. Ну давай с Италии начнем, да? Да, начнем с Италии, да. В Италии ребятки достаточно неплохо выступили. Были хорошие результаты, были полуфиналы, были финалы. Самые результативные ребятки вышли у меня до 11 лет, выступали. Это категория дети, где один дуэт занял третье место на чемпионате Европы, а второй дуэт взял первое место и стали чемпионами Европы. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Вот. Как бы это было неожиданно для меня, но двигались к этому уже достаточно много лет. Особенно те ребята, которые взяли первое место, они занимаются уже шестой и пятый год и выступают уже на международной арене порядка так вот трех лет. Скажи, сложно вообще было добиться такого результата? Первое место, это все-таки, получается, вы лучшие во всей Европе. Конечно, сложно, потому что очень сложно работать с ребенком, которому 8 лет, 7 лет. Нужен подход определенный. Для этого просто неимоверное количество сил уходит, нерв, терпение для того, чтобы их подвести к этому результату. Начиналось все с 2011 года. 2011 год – это был просто крах. Но первый опыт для них, то есть сразу чемпионат мира, было сложно. И со временем уже, ну, в следующий год они были, я уже не помню где, в Словении, то ли чемпионат Европы тоже был, они взяли второе место в прошлом году. То есть уже мы двигались к первому месту, и на чемпионате мира они были пятые в прошлом году. То есть уже где-то как-то мы двигались, 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 и за целый год мы наработали все-таки эти дуэты, и они все-таки выиграли чемпионат Европы. И сейчас они поехали на чемпионат мира в Германию, где они стали чемпионами мира. Чемпионы мира. Да вы что? Да, ребятам всего лишь 11 лет. То есть, ну, вот таким вот образом движение. А куда еще вы собираетесь стремиться? Вот просто выше некуда, получается. Ну, здесь есть, конечно, это же категория дети. Есть категория юниоры, есть категория взрослые. А у них категория детей вот как раз после Нового года не переходит в юниоры. То есть там немножко уже сложнее. Там ребята до 15 лет. А им будет только 12 в январе, в декабре месяце. Ну, вот ребята, да, у них два первых призовых места в Европе, да, и чемпионат мира. Теперь как бы по большому счету планка такая поднятая нереальная. Это останавливает их в развитии? Либо все-таки подстегивает? Потому что добившись каких-то определенных результатов, ну, грубо говоря, стоя на вершине Эвереста, мы понимаем, что выше некуда. Естественно, они могут где-то остановиться в этом плане. Но всегда есть тренер, допустим, как я. И я их постоянно двигаю вперед. То есть если вы добились, это еще ничего не означает. То есть сегодня вы выиграли, послезавтра вы поедете на чемпионат какой-то, вы просто проиграете с полным позором. То есть надо двигаться, надо стремиться, надо работать для того, чтобы улучшать свой танец. Для этого есть тренер, который будет их постоянно мучить, бить и двигать. Кстати, что волнительнее, выступать самому или стоять за кулисами и переживать? Стоять все-таки за кулисами и переживать. Вот это, когда они стали первыми, я был уверен, потому что уже столько времени прошло на Европе, в Италии. Они взяли первое место. Я был уверен, что будет первое. И думал, может быть, между вторым и третьим второй дуэт будет. Здесь ребятки одни поехали, то есть третье место не поехало на мир. И я уже настроил их, уже мы потренировались, и вот уже финал, и я жду. Естественно, очень сильно переживал. Слушай, мы так много о них говорим. Назови их имена. Вадим Шаманский, Сарин Калдаре, Кулиев Михаил и Бакалин Даниил. Все, вот теперь республика знает своих героев. Какой хип-хоп сейчас? Не то чтобы хип-хоп, а вообще современные танцевальные направления. И какими они были раньше? Есть ли развитие, или все-таки есть какая-то классическая база, по которой, скажем так, идут все? Есть определенная база, которую должны соблюдать многие танцоры. Ну, даже не многие, а все. И отталкиваться уже от этой базы. Но есть момент, вот когда я начинал это вот заниматься, мне никто не говорил, что такое база, что она вообще присутствует. Я ее ни разу не видел в глаза. И это был там 2005 год, по-моему. И мне приходилось развиваться, ездить на соревнования, то есть практиковаться на каждых турнирах, смотреть, что происходит, что какая мода двигает вперед-назад. И за счет этого идет какой-то определенный наход стиля своего, уже личного. Так же самое и ребятам я своим подсказываю, чтобы они пытались искать. То есть поиск, очень важно, да, это поиск своего стиля, где ты себя уже можешь самореализовать. А так многие танцоры есть, которые работают четко по базе и развиваются в этой базе и пытаются что-то сделать именно в этом стиле. А так, на самом деле, очень много различных стилей хип-хопа. Нельзя сказать, что вот он хип-хоп, и все. Есть уже много разновидностей, например, олд скул, вот это вот именно начало. Там LA, R&B, New Style, Crump. То есть очень много таких вот развитий, где надо все успеть попробовать для того, чтобы развиться, уже найти себя в каком-то определенном стиле. Ты в танцах уже не первый год. Расскажи, как развиваются танцы в нашем регионе? Есть ли развитие и как бурно оно протекает? Ну, на самом деле, довольно-таки интересно у нас все происходит в нашем Приднестроле. У нас достаточно много коллективов и достаточно очень хороших коллективов. На удивление, на самом деле, у нас одни из самых сильных коллективов. Вот Молдовы, Украина, я ездил, видел. Очень много хороших коллективов, хороших тренеров, качественных. Пытаемся как-то самостоятельное развитие найти, а потом уже передаем ребятам. Ну, будем надеяться, что хип-хоп и вообще современные танцевальные направления будут и дальше развиваться в нашем регионе. Вот. Но сейчас хотелось бы услышать от тебя теплые слова нашим телезрителям. Что хотелось бы пожелать? Хотелось бы пожелать на будущий год хорошего настроения, танцевального настроения, потому что мы танцуем. Будьте здоровы, счастливы и стремитесь к Высшему. И напоследок, перед тем, как ты уйдешь, мы хотели бы тебя обрадовать, вручить подарок наших постоянных спонсоров косметической компании Тиандэ. Вот, пользуйся, наслаждайся. Спасибо за визит, спасибо за то, что ты делаешь. Новых побед вам. Спасибо. Новых результатов и всего самого лучшего. Спасибо, будем стараться. И вам удачи. Спасибо. В Амстердаме открылся первый зоопарк микробов. Интерактивный комплекс открылся во вторник. Его посетители могут узнать о микроорганизмах, которые составляют две трети живой материи и жизненно необходимой для будущего планеты. Что еще интересного произошло в мире, узнаете из рубрики «Международные новости». Три афганских военнослужащих погибли и еще около десяти получили ранения в результате теракта, совершенного в Кабуле. Смертник, закрепленным на теле взрывным устройством, бросился под автобус, перевозившись солдат национальной армии. Накануне жертвами подобного нападения стали семь военнослужащих. Ответственность за вылазки взяла на себе движение «Талибан». Пожар охватил фавелы, расположенные на востоке крупнейшего бразильского города Сан-Пауло. Огонь уничтожил сотню самодельных деревянных лачуг. Сообщается как минимум об одном погибшем, чье жилье было в очаге возгорания. Пожары – частое бедствие в этих трущобах, так как электропроводка здесь прокладывается без соблюдения правил безопасности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленных украинских военных. Уголовное дело возбуждено против министра обороны Украины Валерия Гелейтея, начальника украинского генштаба Виктора Муженко, командира 25-й бригады вооруженных сил Олега Микаса. Глава оборонного ведомства и другие упомянутые фигуранты уголовного дела с 3 июля по 5 сентября 2014 года во время военной операции на юго-востоке Украины отдавали приказы на полное уничтожение национальной группы русскоязычных лиц, проживающих на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Власти Испании приняли решение направить в Каталонию 180 сотрудников подразделения полиции, которые специализируются на разгоне уличных демонстраций. Напомним, 1 октября десятки тысяч каталонцев собрались на центральной площади Барселоны в знак протеста против решения Конституционного суда Испании, который запретил проведение референдума об отделении в стране басков. Битрий Медведев подписал новое постановление правительства об упрощении процедуры получения гражданства России. Получить российское гражданство по упрощенной схеме теперь смогут бизнесмены и инвесторы, которые активно вкладывают средства в развитие предприятий в России. Впереди беззаботные выходные, хотя у некоторых наверняка еще много дел, запланированных на ближайшие два дня. Однако и отдохнуть не забудьте. И если, к примеру, сил на то, чтобы куда-то сходить уже нет, включите телевизор и переключитесь на Первый Приднестровский. Поверьте, вам будет, что посмотреть Екатерина Орлова в этом убедилась. Проведите эти выходные в компании Первого Приднестровского. Утро субботы начнется с легендарного фильма «Любовь и голуби». Классику советского кинематографа давно разобрали на цитаты и крылатые выражения. Посмеяться в компании Сергея Юрского, Нины Дорошиной и Людмилы Гурченко можно в 10 утра. В 15.10 российская драма про любовь. У девушки Даши, приехавшей с подругой покорять Москву, редкая специальность – преподаватель техники речи. А жизнь – самая обыкновенная. Съемная квартира, невысокие гонорары и занятия с утра до вечера. Ее жизнь изменилась после встречи с будущим начальником, роль которого исполняет известный актер и режиссер Федор Бондарчук. Кинолента из Голливуда «Дивергент». Действие развивается на земле в будущем в городе Чикаго. Все подростки, достигшие 16 лет, обязаны выбрать одну из пяти фракций и присоединиться к ней на всю оставшуюся жизнь. Каждая фракция представляет определенное качество – искренность, отречение, бесстрашие, дружелюбие и эрудиция. Узнать, чем закончится история молодых людей в воображаемом мире, можно будет в 9 вечера. Воскресенье. В 9.30 отправимся в село Спея. В утреннем эфире программа «Вкусные путешествия». В этом выпуске ведущая Ольга Прохорова вместе с хозяйкой Натальей будет готовить фаршированную скумбрию. Как всегда, воскресным утром вас будет Анна Бугаева и Артем Мазур с развлекательной передачей «Утро.Лайт». В этом выпуске мы приглашаем вас в знаменитый парк в селе Чобручи. Вы покатайтесь на тепловозе, познакомитесь с юной талантливой художницей из Тирасполя и, если повезет, выиграйте билет в кинотеатр на новый фильм. В 12 дня в эфире советская мелодрама «Укращение строптивы» по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Гордая красавица, дочь богатого Патриция, делает все возможное, чтобы унизить своих женихов, которые подыскивает ей несчастный отец. Но однажды нашелся человек, который сумел починить себе ее неукротимый нрав. Вечерний киносеанс продолжит кинолента «Зеленая миля». Обвиненный в страшном преступлении Джон Коффи оказывается в блоке смертников тюрьмы «Холодная гора». Мужчина удивил всех позже, когда выяснилось, что он обладает невероятно магической силой. Проследить трагическую судьбу главного героя можно в 22.15. Хороших вам выходных и приятного просмотра! Еще не знаете, как провести выходные? Следующая рубрика как раз для вас. Екатерина Алексеичук расскажет, как потратить свое свободное время с пользой и интересом. Рубрика «Афиша» далее. Рубрика «Афиша» Рубрика «Малыши Карлсон в субботу», а также театрализованная сказка, созданная по пушкинским мотивам, веселая скоморошина в воскресенье за час до полудня. В прокате столичного кинотеатра стартовали вполне ожидаемые премьеры сезона. Детективный триллер «Исчезнувшая» от метро криминальной эстетики Дэвида Финчера и новый полнометражный мультфильм с волшебницами Винкс и их погружением в морскую бездну в эффектном 3D. В Тираспольской картинной галерее еще несколько дней будет действовать выставка абхазского фотохудожника. Его персональная выставка украшала галереи Италии, Сан-Марина и родной Абхазии. Чтобы показать миру уникальность горного ландшафта своего края, фотограф лично совершил 29 экспедиций, прошел 700 километров горно-пешеходных маршрутов, на что потратил три долгих месяца. Результатом работы стали эксклюзивные фото, представленные на выставке. В городском дворце культуры сегодня свои танцевальные способности продемонстрируют дети на фестивале, приуроченном ко дню города. О том, что столица богата талантами, убедитесь в половине шестого. Хороших выходных! Напомним, сегодня пятница, 3 октября, и вот наш общий гороскоп для всех знаков. В первой половине дня следует отделить внимание укреплению личных отношений. Высок риск потерять крупную сумму средств. В целом, сегодня не лучший момент для крупных перемен в жизни. Подробный гороскоп для каждого знака смотрите далее. Овен. Чтобы поддержать оптимистичное настроение и не сорваться на близких, помните, что вам все по плечу. Ваш энергетический потенциал высок. Постарайтесь просто подойти к делам творчески, чтобы уберечься от скуки. Телец. Удачное время для интеллектуального труда, участия в делах коллектива. Вы будете более дружелюбными и общительными, готовы воспринимать что-то новое. Близнецы. Чувство юмора и тактичность помогут получить удовольствие от самых обычных дел. Создайте вокруг себя комфортную атмосферу и получите помощь и одобрение от окружающих. Рак. Чтобы оставаться в хорошем настроении весь день, радуйтесь даже самым маленьким свершением. Тем более, что сегодня в вас ожидает много приятных моментов. Лев. Снижение деловой активности даст повод найти время для того, чтобы порадовать себя. Удачны будут приобретения украшений или парфюмерии, а также различных милых бытовых безделушек, способных создать уют в доме. Дева. Во многих делах понадобится чувство вкуса. Сегодня можно продемонстрировать свой талант тем, кто занят в творческих профессиях, например, модельером, флористом или декоратором. Весы. Способность показать свои таланты и умение находить выход из сложных ситуаций понадобится в трудную минуту. Вы сможете добиться положительных результатов в делах, если не будете прятаться за других. Скорпион. Лучше не демонстрировать силу характера и неудержимый темперамент. Сегодня вы сможете убедиться, что проблемы также просто решаются мягкостью и дружелюбием. Стрелец. Делитесь своим позитивным взглядом на жизнь с близкими и друзьями. Решайте семейные проблемы душевными разговорами. Отношения с любимым человеком от этого улучшатся. Козирог. Усилится интерес ко всему необычному. Проснется жажда свободы. Ваши дела будут складываться успешно. Рабочий процесс пойдет спокойно и уверенно. Водолей. Хорошо провести время, отдыхая в компании друзей или тех, кому вы симпатизируете. И не важно, отправитесь ли вы в кино или на выставку компьютерных достижений. Вам будет приятно от осознания того, что вы находитесь среди близких людей. Рыба-вечер отлично подойдет для развлекательных мероприятий. Общение с друзьями. Те, кто находится в поиске своей половинки, почувствовав романтическое настроение, отправятся на свидание. Вот уже месяц гости нашей программы уходят с подарками от косметической компании Тианде. Все очень довольны. Ну а сегодня у нас в студии представитель этой косметической компании Елена Филиппова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, позади лето, впереди осень, новое время года, можно так сказать. А есть ли новшества в косметической линии компании Тианде? В первую очередь хочу сказать о волшебном креме с муцином улитки. Это целая серия и крем вокруг глаз, и для лица. Муцин улитки – это секрет улиточный. Этих улиток специально выращивают на специальных фермах, их кормят специальной едой, чтобы этот их секрет был наиболее ценным. Чем уникальна эта серия кремов? Тем, что они подходят для всех возрастов, для любых проблем, для любого типа кожи. То есть обладают и омолаживающим действием, обладают и противовоспалительным действием для кожи, склонной к проблемам, скажем так. И подходит, ну то есть и тем, кому до 30, и тем, кому после, абсолютно универсальное действие. Эффект практически с первого применения. Да вы что. Да, да, это действительно так. Мы видели своими глазами, поэтому потрясающая вообще новинка. Ей можно пользоваться каждый день, да? Да. Здорово. Можно, да. А помимо крема для лица, есть что-то еще? Для тела. Для тела, да. Маски, гели для душа, может быть. Вот гелий для душа новых пока компания не предлагает. У нас и так достаточно большой ассортимент, вы наверняка знаете. Появились новые маски для тела. Это кремовые маски. Одна из них с солью мертвого моря, а вторая с вулканическим пеплом. И тот, и другой ингредиент достаточно ценные. Они и минералами богаты, они богаты и микроэлементами, и белками. То есть все, что нужно нашей коже для молодости и для поддержания красоты, даже для решения каких-то проблем, эти маски решают. То есть маска с солями мертвого моря более предназначена как антицеллюлитный эффект. Маска с пеплом больше для ухода, для подтяжки кожи, для убирания растяжек, у кого они есть. То есть практически имея две эти маски, можно решить все проблемы. Появилось уникальнейшее средство – гель алоэ. Чем уникальность? То, что там практически нет никаких добавок. 98,5% – это сок алоэ. Да. Остальное – это карбомер, гелеобразователь. То есть просто для того, чтобы это было в геле, чтобы нам было удобно использовать, и чтобы этот сок не потерял свои свойства. Каким образом его можно использовать? Вот мы начали с деток. Деткам алоэ абсолютно безопасен, мы все знаем. То есть на умытую кожицу, личико, тонким-тонким слоем наносим вместо крема. Не жирный, абсолютно быстро впитывается, не липкий. То есть его нужно совсем-совсем чуть-чуть на детское лицо. Также смело могут использовать и женщины с этой же целью. При том, что алоэ – мощный увлажнитель. Алоэ разглаживает морщинки за счет своих увлажняющих средств. И также борется с воспалениями у тех людей, у кого есть проблемы. И с этой же целью, с противовоспалительной и увлажняющей, могут пользоваться и мужчины. Вот интересно, как компания относится к клиентам и к их потребностям? Новая продукция ориентируется на просьбы и пожелания, либо это все-таки концепция фирмы, скажем так, новая продукция? Дело в том, что, конечно, мы собираем отзывы клиентов, и это все передается руководству нашему. Что-то нравится, что-то не нравится. Но, по сути, конечно, ведется статистика продаж, и компания сама отслеживает, какие продукты наиболее популярны. Естественно, их оставляют в каталоге. Те, которые теряют популярность со временем, они исчезают из нашего ассортимента. А по поводу того, как появляются новинки, отслеживаются мировые все-таки тенденции. То есть это не на нашем конкретной регионе, поскольку компания уже в 33 странах мира официально. То есть учитываются интересы и вообще то, что самое крутое, самое классное по всему миру. А что вы можете предложить вашим постоянным клиентам, тем, кто пользуется вашей косметикой постоянно? Таким людям, нашим верным поклонникам, есть возможность стать умным покупателем, при этом экономить на покупках. И, конечно же, есть специальные акции, есть дни, когда можно получить специальные подарки, есть дни, когда можно заработать специально. То есть все, что людей интересует, в нашем сервисном центре проводится абсолютно все. И напомните, где ваш сервисный центр для тех, кто заинтересовался? Наш сервисный центр находится по адресу Переулок Короленко-1, это город Тирасполь. Конечная 20-й маршрутки возле центрального вещевого рынка. И напоследок хотелось бы услышать ваши пожелания нашим телезрителям. Ну, конечно, пожелания самые добрые. Я всегда всем желаю не лениться, полюбить себя, посвятить себе пять минут в день для того, чтобы оставаться красивыми и молодыми. Спасибо огромное. Хорошего дня вам. И новых клиентов. Спасибо вам огромное. Было приятно с вами увидеться. Спасибо. Дима, сейчас будет чисто женская тема, поэтому закрой уши. Оль, я и не такое слышал. Ладно. Девушки, я уверена, что многих беспокоит такая проблема, как черные точки. Вы, конечно, можете прибегнуть к методам наших бабушек, но есть вариант попроще. И об этом вам расскажет Ирина Гуско. Сегодня мы, как и обещали на прошлой неделе, поговорим о проблеме, которая беспокоит многих. Черные точки. На этот раз узнаем, как с ними бороться в домашних условиях. И снова нам помогает Дарья. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьте нас с моделью сегодняшней и рассказывайте, с чего начнем. Модель наша зовут Анечка. Модель у нас сегодня выбрана не случайно столь юного возраста, потому что проблема черных точек начинается именно в подростковом возрасте, когда начинают активно функционировать сальные железы, забиваются протоки и загрязнения извне, пыль оседают, и получается такой неопрятно неряшливый вид. Но при регулярном уходе с ними можно легко бороться. Для этого нам необходимо обязательно очищение, качественное ежедневное очищение, чтобы удалять все загрязнения. Мы используем пенки для умывания, гели для умывания. Мы уже подготовили нашу модель. Первый этап очищения мы сделали с помощью пенки для умывания соливой. Далее мы сейчас будем делать масочку, пленку с алоэ очищающую. Но для этого кожу мы вначале тонизируем. Для тонизации также используем очищающий лосьон для глубокого очищения пор. Тоже соливый, я так понимаю? Тоже соливый. При регулярном применении он хорошо очищает и сужает поры. Далее масочка. Перед дома, в домашних условиях, перед применением маски с алоэ, необходимо лицо хорошенько распарить. То есть это может быть процедура выполнена после ванны или душа, когда поры открыты. Либо можно отдельно распарить только кожу лица, используя паровую ванночку. Можно использовать отвары трав, ромашку, календу. Прежде чем нанести масочку, мы сейчас спонжик нагрели в горячей воде. И вот местно распариваем только область носика. Но обычно черные точки область носа только касаются? Область носа. Бывает область лба, подбородок. Если кожа проблемная, то маску можно нанести на все лицо. Держим несколько секунд до минуты. Необходимо нанести равномерным слоем, не очень тонким, но и не очень плотным. Потому что если мы тонко нанесем, то не получим нужного результата. Если нанесем густым слоем, она будет очень-очень долго сохнуть. Такую процедуру лучше делать вечером или утром? Да, лучше делать вечером. Кожу необходимо распарить, чтобы кожа потом отдыхала. Аккуратно наносим в зоне, где наблюдается рост волос, чтобы не трогать. Мы нанесли масочку локально. Необходимо подождать 20-30 минут, пока маска высохнет. Она должна хорошо высохнуть, превратиться в пленочку, которую мы легко снимем. Пока мы ждем нужное время, хотелось бы еще узнать у вас, кроме маски для черных точек, от черных точек вернее, есть ли еще какие-то средства? Да, можно использовать, если маска вам не очень комфортна, можно использовать пластыри для носа. Они имеют такую же анатомическую форму индивидуального пользования на однократное применение. Также распариваем область носика, наносим, хорошо, ждем, пока высохнет, снимаем вместе с черными точками. Есть вот бамбуковый уголь и есть пластырь на травах, если для людей, у кого проблемная кожа. Ну, также нашу масочку можно наносить локально людям, у которых проблемная кожа, но должна предупредить, что на области щечек ее несколько болезненно снимать, чтобы вы были готовы. Что красота действительно требует жертв. А кроме подросткового возраста, в каком еще можно использовать эту маску? Масочка не имеет возрастных ограничений, мы можем начинать ее с подросткового возраста и вплоть до того момента, когда нам это потребуется. Единственное ограничение – это противопоказание для чувствительной кожи, потому что это масочка очищающего характера и довольно агрессивная, поэтому для чувствительной кожи ее лучше исключить. Как часто нужно делать такую процедуру? Черные точки – это, конечно, проблема не опасная для жизни и здоровья, но кожа выглядит неряшливой, неухоженной, неприятной на вид. Поэтому, как мы научились чистить зубы дважды в день, также необходимо чистить носик два раза в неделю. Если кожа сухая, можно ограничиться один раз в неделю, достаточно проводить такую процедуру. Масочка уже хорошо подсохла, поэтому мы ее можем снимать. Снимаем аккуратно. Она как пленочка, да, снимается? Да, вот образовалась пленочка. Мы аккуратно снимаем. И если пристально посмотреть, то мы наши черные точки увидим на обратной стороне масочки. И мы их, без сожаления, выбрасываем в мусорку. И снимаем с носика. Лучше поддевать ее снизу, за край, и снизу кверху. После того, как мы сняли масочку, мы вновь кожу тонизируем. Опять очищающим тоником он сужает поры. Можно прямо вот так подержать немножко носик, сделать тонизирующую еще раз масочку для носа. Он сужает поры и снимает остаточки маски. Далее после масочки наносим увлажняющий крем после тонизирования. Это завершающий этап. Крем вы подбираете по типу кожи. У нас сегодня модель юная, поэтому ей достаточно увлажняющего крема. Если вы дома будете делать очищающую процедуру, это будет возрастная кожа, то крем нужен более питательный. Крем у нас также из серии Олива. Легкий, гелеобразный, подходит для молодой кожи. И вбиваем его в кожу до полного впитывания. Все, мы закончили. Спасибо вам большое, Дарья, за полезные советы. Спасибо нашей модели. Ну а я надеюсь, что наши сегодняшние рекомендации вам помогут. И не пропустите в следующую пятницу очередной выпуск рубрики «Мастерская красоты». Впереди еще много интересного. Вот не знаю, в последнее время я опаздываю на работу. Почему? Потому что я стою по часу у шкафа и не знаю, что мне надеть. Что так? Ну вот смотри, я, к примеру, надену платье, а когда вечером буду возвращаться с работы, то я замерзну. А если я надену джинсы и свитер, то в обед мне будет жарко. Не переживай, твою проблему легко можно решить. Наш метеогид Екатерина Алексеичук расскажет, какая погода нас ожидает в эти выходные. Погода, похоже, обзавелась очень полезной привычкой. Чтобы не бросать то в жар, то в холод предпочла золотую середину, придерживаться которой намерено целых три дня. Так все, температура, ветер, повсеместная облачность будут отличаться завидным постоянством. Ночные 6-9 повторятся в субботу и в воскресенье, так же, как дневные 13-16 выше нуля. Кстати, ночные температуры неспроста станут выше. Высотный циклон, обосновавшийся над территорией Болгарии, обильно снабжает регион осадками, и часть его будет оказывать погодное влияние на восток Молдовы. Нам же достанется от соседей густая и плотная облачность, что сделает ночи теплее, а дневные температуры заморозит в одном положении, не дав подняться показателям термометра выше 16. Ветер в эти дни тоже наделен деликатностью и в своих скоростных маневрах не проявит лихачество. В северо-восточном направлении сила ветра достигнет 5-8 метров в секунду. Оля, улыбнись. Зачем? Ну, улыбнись. Вот, теперь все как надо. Дорогие телезрители, мы вас поздравляем со Всемирным Днем Улыбки. Улыбки, улыбайчик. Чаще. Ну, а пока вам слово. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. 3 октября мы отмечаем Всемирный День Улыбки. За появление этого праздника мы должны благодарить американского художника Харви Белла. Однажды к нему пришли представители страховой компании и попросили его придумать какой-то яркий запоминающийся символ. Харви долго не думал, взял ручку и нарисовал желтую улыбающуюся рожицу, ну, которую мы все называем смайлик. Мы всем желаем хорошего дня. Улыбайся, улыбайся, невесомостей поверни и отдайся. Улыбайся, улыбайся. Никита. Никита, это тебе держи вот такой смайлик, что ты все время улыбался. Можешь улыбнуться? Да. Да, молодца. Эта тачка прокачана первым Приднестровским. Хочу привет передать своей группе МК-1, пожелать им удачи в дальнейшей учебе и чтобы каждый день приносил им радость. Прошу вас. Добрый день. У нас все хорошо, спасибо огромное, ребята, нам. У вас хорошее настроение? Да. Вот тебе, Илья, чтобы ты все время улыбался. Илюха, а ну улыбнись вот туда, тому дяде, и помаши ручкой. Добрый день. Хочу передать привет своей мамочке, с которой, к сожалению, не в самых лучших отношениях нахожусь, и любимому человеку. И тоже сам. Ее маме и ее молодому человеку? Нет, своей маме и своему молодому человеку. Мамочка, папочка, привет, хорошего дня, я вас люблю. Папулечка, приветик. Желаю всем своим друзьям, а также всем своим знакомым хорошего дня, хорошего настроения. Истинный музыкант, и сразу богарный джин. Ты хотел поднять, да думал, думал, что вино, а что я перепутал. Класс. Родным, близким, счастья, удачи, здоровья и всего самого наилучшего, что есть в нашем родном, любимом городе Керасполе. Хочу передать привет всем своим друзьям из Бендеры, из Керасполя, и особенно своей подруге, лучшей Виолетте. Она сейчас сидит на парах на немецком, и я жду улыбок всем. Я хочу передать привет своей маме, Ясиковой Диане Константиновне. Она живет в городе Каменка, и сейчас она в декрете. Я хочу передать привет своей маме. Я хочу, чтобы она никогда не грустила, всегда улыбалась. Поздравляю вас с днём улыбки. Родители, мать, Олег, белые, брат белый. Поздравляю всех друзей, соседей, жену. Желаем Приднестровью улыбки, чтобы все было хорошо. Желаю, чтобы все улыбались и чтобы все любили друг друга. Да, всем желаем, конечно, удачного дня, всего, конечно, наилучшего и хорошего времяпровождения. Передаю привет самым близкими друзьями, желаем им только улыбки. Яночка, я тебя люблю. Всем передаю радужного настроения. Побольше улыбайтесь. Папе, маме, папе, маме, папе, маме. Улыбайтесь. Всем людям нашего Приднестровья здоровья, счастья и благополучия. Художник считал, что этот день нужно посвятить хорошему настроению и даже придумал девиз дня. Делайте добрые дела, помогите появиться хоть одной улыбке. Я надеюсь, что мы с этой задачей справились. Первый Приднестровский всегда на позитиве. Время пролетело незаметно, и утренний эфир подошел к концу. С вами были Дмитрий Доброхотов и Ольга Яковенко. Проведите эти выходные непременно хорошо. Можно мотаться, быть усталым, измотанным, иметь серьезные проблемы, быть простуженным, но при этом быть абсолютно счастливым. Абсолютно. Евгений Гришковец. Будьте счастливы. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok